Экспортеры предлагают оцифровать и сделать прозрачными планы перевозок продукции АПК. Озвучили они свое предложение на заседании штаба под председательством министра торговли и интеграции. Уровень экспорта сейчас снижается, и производители видят свои пути решения. Еще компании озвучили проблемные моменты, которые необходимо устранить. Что мешает экспортному потенциалу и почему, несмотря на усилия, он не растет, расскажет наш корреспондент. Это Казахстанско-Китайский комитет по сотрудничеству, который прошел сегодня в Астане с участием первого зама премьера и зама председателя Госсовета КНР. Обсуждали активное межправительственное взаимодействие в разных отраслях – это торговля, энергетика, логистика и транспорт. Ключевое слово на встрече – это партнерство. Тут же подписано межправительственное соглашение о взаимном учреждении культурных центров, а также рабочий протокол нашего Минсельхоза и Главного таможенного управления Китая по согласованию фитосанитарных требований к экспортным партиям свежих культур из Казахстана. Кстати, рост перевозок зерна в Китае активный в три, а то и в четыре раза, а контейнерные перевозки тоже выросли, отметили экспортеры. Каждый год у нас проходит встреча прием-передача поездов на стыках с китайской железной дорогой. Этот протокол согласовывается, там прям тот грузоотправитель, этот грузоотправитель, ну, наименование грузоотправителя не пишется, конечно, но в целом общий объем согласовывается. Например, в этом году мы полностью исчерпываем пропускную способность направления Китая, потому что у нас 28 общих есть, мы 27,6 где-то по итогам года будет. Ну, один из барьеров вы сказали, вот эти параграфы, в этой части мы тоже поддерживаем, что это на станции должны были открываться. К слову, экспортерам было что обсудить, например, сложности с перевозкой, несмотря на то, что есть большие внутренние резервы, везти продукцию просто не на чем. По плану перевозок на ноябрь 23-го в экспортном направлении заявлена потребность транспортировки 8,5 миллионов тонн грузов. Из них согласовано только 3,6 миллиона тонн, то есть по 4,9 миллиона грузоотправителям отказано. Вопросы мы проработаем с Минэнергией и Минтранспорта, сказал Арман Шакалиев. С учетом предложений, высказанных на то, что мы должны оперативно реагировать и в первую очередь работать с основными дополнительными планами. По док-планам с учетом предложения ежемесячной возможности публиковать не закрытую информацию, а хотя бы по АПК, где у нас проблемы есть, чтобы мы могли, коллеги все могли видеть, что в каком направлении, какие есть условно говоря, как я сказал, эти возможности, какой объем идет куда. А вот по информации председателя Казгрейн экспорт наоборот уменьшился. Тут нужна ясная и понятная картина по железнодорожным мощностям, чтобы эффективно планировать перевозки. Раньше был четкий план и была возможность регулировать свои отгрузки, а теперь в Китае, Среднюю Азию, а также в Афганистан ничего нет. Вообще. И в прошлом году, например, все экспедиторы, которые были, они были заняты, у них все вагоны были загружены. А в этом году 50% парков просто простаивают зерновых, крытых вагонов. Несмотря на трудности, в 2023 году перевозка грузов по железной дороге увеличилась наполовину по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в декабре ожидают новый рекорд. Чтобы картина экспорта была прозрачной, нужно оцифровать и сделать прозрачными планы перевозок продукции АПК. Надо автоматизировать рассмотрение заявок на перевозку, чтобы грузоотправитель знал, почему отказали и на каком отрезке не пропустили грузы. А также, какие участки пути максимально загружены и через какие направления можно отправить на экспорт. Эту мы информацию ранее видели. Сейчас этой информации нет. И то, что мы сейчас и по повестке, и по динамической модели будем смотреть, и в том числе по согласованию основных и дополнительных планов, бизнес этого не видит. Если решить вопросы по каждому озвученному пункту, то экспорт вырастет и возможности у производителей будет больше уверенной в штабе. Ульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42.